Депутат Государственной Думы Галина Данчикова сегодня ответила на вопросы нашего телеканала. Эксклюзивное интервью о поездке депутата по районам нашей республики. Пожалуйста. У нас было несколько мероприятий. Первое мероприятие, это мы посмотрели те объекты, которые сегодня находятся в стадии строительства. Это интернат лицея. Посмотрели детский сад на 240 мест, который стоит по линии ГЧП. И посмотрели объекты, которые сегодня уже работают, уже функционируют в 2017 году. Как вы знаете, была принята в эксплуатацию многопрофильная больница. Достаточно хороший объект, очень важный. Тем более, что сегодня и руководством республики Сахай-Акутия очень огромное внимание уделяется доступности и качеству здравоохранения. Объект просто уникальный, он совмещенный. То есть поликлиническое отделение и стационар. Оборудование все предусмотрено, все установлено. И сегодня уже оказываются услуги. Хочется отметить, что коллектив молодой. Коллектив достаточно такой вот инициативный, активный. Внедрение и электронных услуг. Есть такие услуги, которые, собственно говоря, пока еще в республике нигде не предусмотрено. А вот Верхняя Вилюйская больница, она сегодня как раз-таки эти услуги предоставляет. Само население очень довольна. На самом деле, это такое событие для района было значимое. В районе достаточно много было построено новых объектов. Это спортивные объекты. И сегодня, как отмечает и население, именно население отмечает. Есть активная позиция и дальнейшее развитие региона. Мы традиционно проводили прием граждан, жителей Верхневилюйского района. Но вопросы разные. Их по-разному можно оценивать. По-разному, конечно, их как-то систематизировать. Но если вот так вот по-крупному сказать, конечно, очень много вопросов, они связаны с строительством социальных объектов. Хотя очень много делается и правительством Российской Федерации, и республики Сахая-Кутия. Но все-таки эти вопросы есть. Мы хотим, чтобы у нас были хорошие детские сады, школы. Конечно же, очень много вопросов по жилищной проблеме. И мы сегодня постарались эти вопросы уже в оперативном порядке посмотреть. Те вопросы, которые требуют оперативного решения, мы в ходе встречи с населением их решали. Есть вопросы, которые, конечно, требуют дополнительной проработки, изучения. Вопросы, которые требуют смешательства и других структур. Есть интересные вопросы от жителей Верхневелевского УОСа о формировании условий программы сноса аварийного жилья. Вот такие уже такого законодательного уровня предложения. Что, собственно говоря, вот так я для себя отметила, исходя из уже по итогам приема граждан в Верхневелевском районе, то, что сегодня считаю, что администрации должны более внимательно относиться к тем чаяниям, проблемам, вопросам наших граждан. Достаточно очень много вопросов было такого личного плана. Вот как боль, такая боль у людей, она связана с решением судов по жилищным вопросам. Она связана была с поддержкой многодетных семей, реализацией программы субсидирования 5 и более детей. Были предложения, что и вопросы по открытости, по большей информированности населения. Я думаю, что все вопросы, которые мы сегодня уже услышали, мы на самом деле, они все стоят сегодня на контроле и уже как бы приступили к их реализации. Частично уже в ходе работы дальше в республике Сахай-Якутия, мы часть вопросов уже решили. Нюрбинский. В Нюрбинском районе мы посетили реабилитационный центр для детей и инвалидов. Знаете, что в республике Сахай-Якутия, вот недавно в городе Якутске открылся крупный реабилитационный центр. На самом деле, начало-начал, когда в его строительство я в таком почти ежемесячном режиме контролировала этот объект. Для меня это на самом деле объект очень такой вот, ну результаты то как бы важные. И я считаю, что на самом деле таких реабилитационных центров для реабилитации детей и инвалидов, для того, чтобы мы смогли на системной основе проводить эту реабилитацию, еще даже недостаточно. У нас существует в Нюрбе, есть в Нюрбе такой реабилитационный центр, есть реабилитационный центр в Нерюнгре и реабилитационный центр в городе Якутске. Мы должны на самом деле провести полное обследование и уже проводить реабилитацию детей и инвалидов не заявительным таким вот планом, а именно на системной основе, чтобы все дети были охвачены реабилитацией. Независимо от того, где они находятся, в какой точке республики Сахай-Якутия, но реабилитация детей и инвалидов должна проводиться. Для этого у нас созданы сегодня уже все условия. Главное все это делать на плановой, нормальной основе. Были в детском садике каталог, он создан на первом этаже многоквартирного дома в Нюрбе. Неплохой детский сад, хорошие группы, настроение у коллектива хорошее, такое позитивное. Но хотелось бы здесь отметить следующее. Население наше ставит вопросы о том, чтобы побыстрее реализовали проект по ясельным группам. И мы сегодня, прорабатывая Министерство образования республики Сахай-Якутия, проработав вопрос с Минздравом Российской Федерации в программу развития образования, мы будем иметь определенное софинансирование где-то в объеме 1,1 млрд на 2 года. Это 2 года 2018 год и 2019 год. Общая сумма на все субъекты предусматривается правительством Российской Федерации 24,5 млрд на 2018 год и на 2019 год. Средства уже распределены, сейчас будут заключаться на соглашения, заключенные соглашения. Конечно, здесь уже возникает сторона работы нас как субъекта для того, чтобы вовремя реализовать эти мероприятия и создать места для того, чтобы наши мамочки могли либо продолжить учебу, либо они могли выйти на работу. Здесь достаточно серьезная работа, достаточно серьезная программа должна быть разработана на уровне республики Сахай-Якутия. Вопросы, которые были на приеме граждан, достаточно очень активно население в Нюрмье пришло на прием. Вопросы были очень разнообразные. Жители, конечно, обеспокоены тем, что сегодня надо посмотреть, вернуться к вопросу социальной поддержки многодетных семей. Многодетных семей, посмотреть, каким образом и как все-таки на системной основе комплекса комплексно подходить к поддержке инвалидов, особенно детей инвалидов. Очень беспокоит, конечно, население то, что сегодня необходимо решать вопросы и по жилью. Особенно это вот многодетные семьи, семьи, которые сегодня имеют низкие доходы. Есть вопросы, связанные, конечно, с жилищно-коммунальной сферой. Вот такие вот вопросы. Я постараюсь очень коротко. Неделя региональная была очень насыщенная. Еще ряд мероприятий, которые мы проводили, уже вернувшись с Верхневилюйского и Ньюбинского районов, мы провели совещание. Это касается завершения строительства детских садов по линии ГЧП. Обсуждали вопросы, связанные с вводом в эксплуатацию детского сада на 240 мест в Верхневилюйском ул. Совещание проводилось с участием региональных министерств, ведом службы госзаказчика и инвесторов. Выработали план. В еженедельном режиме будет проводиться видеоконференция, и Министерство институционного развития предпринимательства поставит на особый контроль эти объекты. Потому что эта программа принята, она на самом деле вызывает вопросы у населения, у жителей, и, конечно, у муниципальных образований. Встреча была с предпринимательским сообществом, как мы уже с ними договорились. Обсуждали те законодательные инициативы, которые предприниматели мне внесли. Сейчас мы их будем уже продвигать. Я надеюсь, конечно, очень много вопросов возникало. Достаточно активно наши предприниматели сегодня работают в этом направлении. Есть и позвучала определенная критика по право-поименительной практике федеральных законов. Будем над этим работать. Мы в рамках контроля были в учебно-поизводственном комплексе, посещали учебно-поизводственный комплекс по устройству реабилитации инвалидов. Здесь есть определенные вопросы, недоработка ряда наших ведомств. Я надеюсь, что Министерство инновационного развития предпринимается, Министерство труда эти вопросы к следующему моему приезду решат. На самом деле это учреждение с большой историей. Где-то уйдется 70% инвалидов. Они занимаются этапографскими услугами, услугами по производству мебели и шьют пошивом мягкого инвентаря, который тоже востребован. Проводили большое ошейное заседание комитета по здравоохранению социальной защиты и занятости. Это комитет нашего законодательного собрания «Ильтумен». Обсуждали проект закона, законодательную инициативу, которая еще уносилась в 2013 году. Мы ее обсуждали для того, чтобы продвигать уже сейчас вам, как послание президента, создание шаговой доступности для медицинских услуг. И то, что сегодня президент сказал, и законодательные исполнительные органы власти должны обеспечить доступность и качество здравоохранения в каждом уголке страны. Я надеюсь, что эта законодательная инициатива совместными усилиями региональных министерств, законодательного собрания «Ильтумен» и, конечно, с моим участием будет продвигаться. Я надеюсь, что все вопросы, которые... Еще достаточно много было встреч, но я думаю, что мы в следующую региональную неделю с вами продолжим. Этот диалог я смогу вам более подробно рассказать об этом. Будем брать какие-то отдельные разделы моих поездок по территории. И уже будем подводить итоги. Ни один вопрос, который мы, жители, ставили и республики, и районов, не останется без внимания. С вами был Игорь Негода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...